Вот эти есть качества – заводить людей, вдохновлять. Женщине всегда нужно быстро все. Нужно мужчине давать место для подвига. МАК – метафорические ассоциативные карты. Мне кажется, я с рывок в психологию пришла. И в то время, помните, там источник, прорыв, да, там многие вызов, там трансформация были. Незнакомым людям она представляется по имени-отчеству. В этом сила рода и энергия предков. Прежде чем стать профессиональным психологом, Ирина Орда узнала, что такое финансовый успех ценой личного счастья. Как вы попали в эту профессию? Насколько я поняла, до психологии было что-то еще. Вообще у меня по жизни, знаете, как интересно, я всегда была везде вовремя. В такой бизнес у меня был мужские костюмы, рубашки, то есть мужчина одевала. Потом, когда через какое-то время, я просто поняла, что это вообще не мое. Поэтому, может быть, даже там, не знаю, кризис, не кризис, мне кажется, я все равно к психологии пришла. Понятное дело, что если бы мне потом сказали, что я буду психологом, астрологом и там автором метафорических карт, и таро буду интересоваться, я бы, конечно, там, наверное, громко бы смеялась и сказала, ну нет, это точно не про меня, потому что такое, была очень приземленным человеком. Было очень много материи в каком плане, то есть была идея заработать деньги, чтобы была там квартира, машина, там еще что-то, да. И вот приходила же ездить за границу часто, неделю дома, неделю за границей, неделю дома. И это было на протяжении, там, двух-трех лет. Понятное дело, ты просто, я какое-то время от семьи отдалилась, вот. И это было большой моей ошибкой. Тяжелые были времена, мне надо было с сыном разобраться, с собой разобраться там. Ну, какой-то у меня такой период был, вот, мне нужна была психология, вот без этого никак. В психологию чаще всего люди приходят разбираться с собой, или какой-то кризис есть, да, который вот он выводит на то, чтобы начать разбираться с собой. Я пошла к психологу, и она мне сразу посоветовала, что нужно пойти на тренинг личностного роста. И в то время, помните, там, источник, прорыв, да, там, многие вызовы, там, трансформация были. И я вот первый раз попала вот на такой тренинг личностного роста. Вот, и оттуда, конечно, у меня такой был, как базовый такой старт, мне прям психология очень понравилась. Вот, потом я поехала в Питер. Я в Питере завершила школу по Альфреду Адлеру, да, там тоже тренинг я прошла. Потом у меня такой путь интересный, потом меня в Индию закинуло, да, это все восточное, индийское, я очень люблю. Я пару месяцев даже ездила в Индию. Оша, наверное, знаете, практики, да, динамические, вот, я там училась. Потом у меня такой путь был. Потом в Москву на телесные практики, потом у меня арт-терапия. То есть меня кидало в разные моменты, вот. Вот, поэтому у меня сейчас, конечно же, уже путь так нарисовался. Холистический подход у меня, поэтому я беру мудрость веков, да, и беру научную психологию, соединяю. И потом я закончила школу обучения у Андрея Николаевича Романина, да, это вот такое вот светило в Москве, да, по его программе я обучилась. Вот, и потом мы вместе с Андреем Николаевичем, у нас была совместная программа уже обучения психологов. То есть я уже пошла по другому уровню. У меня очень сильно помогли в моей деятельности вот эти карты метафорические. Я была первым российским автором рисованной колодой метафорических карт. И в то время они вот еще как-то вот люди про них даже толком-то и не знали. Мак-карты, да, правильно они называются? Мак-метафорические ассоциативные карты. То есть это такая проективная методика, то есть через картинки мы можем проработать внутреннее свое состояние. Это и диагностика, и понимание, что происходит внутри. Через метафору и ассоциацию. По идее, эта техника, она известна, Фрейд и Юнки ей пользовался. Проективная методика, метод ассоциации, метод проекции. В принципе, он научный метод. Когда мы смотрим на картинку, мы сами даем ей определенное значение. Но нам самое главное через картинки работать с эмоциями. Потому что у нас есть такие, знаете, заблокированные эмоции. Вообще вот нужно просто понимать, что жизнь — это эмоции. Вот краски жизни — это эмоции. И эмоции не умирают. И поэтому все эмоции, эмоциональный опыт, который мы проживаем, да, мы его подавляем, и он потом играет большую роль на нашу вообще жизнь. Вот. И через метафорические карты очень хорошо можно вот эти программы обнаружить. Именно через эмоции. Поэтому смотрим на картинку, какая эмоция, приятная или неприятная, да. Потом идем — эмоция, потом — мысль, и раскручиваем программу мышления, которая сформулировалась на данный момент. И начинаем понимать, как мы можем изменить то, что нам не нравится в нашей жизни, да, вот именно через эти картинки. Поэтому кажется, как будто какие-то там детские картинки, а на самом деле это такая глубина. Вот знаете, такой случай был, один раз тоже была фотосессия, да, и там парень снимал мои карты, просто фотографировал. Он говорит, какие-то картинки детские. Я говорю, давай вот выбери три карты, которые тебе не нравятся. Он выбрал эти карты, говорю, а теперь расскажи, о чем это. Он эти карты рассказал, и такое потом выражение лица у него, он просто понял, что он рассказал всю свою жизнь. Парень, который вообще ни во что не верит. Представляете? И вот этот волшебный инструмент, он, конечно, работает, и, ну, просто потрясающе. Ваши первые тренинги, они были для себя, для того, чтобы раздобраться с собой. А когда вы поняли, что вы уже готовы эти знания передавать другим? И я вот уже там, на тренинге, четко поняла, что я эти тренинги, семинары буду вести сама. То есть у меня такое внутреннее ощущение было. И поэтому я больше была даже, знаете как, ориентирована не на не индивидуальное консультирование, а именно работа в тренинге, семинары, курсы с группой. Потому что у меня вот эти есть качества – заводить людей, вдохновлять, мотивировать. Сейчас очень много разводов, и эти разводы по инициативе женщин. И как вы считаете, почему это происходит? Здесь такой момент. Женщине всегда нужно быстро всё. От рядового дойти до генерала. Если раньше люди понимали женщины, да, и потихонечку проживали эту судьбу, то сейчас женщинам, вот прям сейчас, прям всё им надо сразу. И ещё получается, видите как, женщина, когда начинает зарабатывать деньги, у неё вырабатывается неправильное отношение к мужчинам. То есть она начинает смотреть уже на них свысока. А мужчины, они же такие существа, их же надо уважать. И мужчина должен это чувствовать. У женщины должны быть желания. То есть нужно мужчине давать место для подвига. И тут момент такой, как только женщина начинает думать про своего мужчину, что он неудачник, и он ничего не может делать, всё. У мужчины просто руки на тонком плане даже, да, опускаются. Им надо дойти до такой крайней точки, чтобы вот их прижало. Да, они уже это эмоциональное давление, вот эти переживания не могут выдерживать. У них есть такое ощущение, что я сильный, я сам справлюсь. Здесь всё идёт из семьи, понимаете. Если в семье было принято, к примеру, обращаться за помощью, да, или мама, например, адекватная, тогда мужчины, они идут к психологу, ищут поддержки. По идее, это вот личная терапия, она очень важна. Это даже не об этом, что там, понимаете, у человека есть какие-то проблемы. Нет. Когда человек просто раз в неделю, раз в 10 дней, например, находит время, там, час-полтора, прийти к своему психоаналитику или к психологу, просто поговорить. Если человек просто профессионал, у него всё равно есть какие-то моменты его работы. Понимаете, в любом случае, послушайте его прямой эфир, задайте вопросы. Ну, в отзывы я не очень так верю, если честно, да, потому что отзывы можно написать там разные всякие, да. Как говорится, человек должен быть талантом от Бога, быть психологом. Это и чуткость, и интуиция должна быть, да, там, и присоединение. То есть нужно любить своего клиента, любить эту работу, и самое главное, конечно, такое внутреннее желание помочь человеку. А ещё как настоящий профессионал, Ирина Ивановна много работает над собой и постоянно учится. Совсем недавно она была участницей проекта о продвижении бизнеса «Битва блогеров», в рамках которого мы и записали наше интервью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова